Наша взрослая аудитория, вовлеченная в сложную общественно-политическую ситуацию в Абхазии в конце 80-х, начале 90-х годов, вас узнает. Но мне хочется, чтобы вас и ваших соратников, которые стояли у истоков Конфедерации народов Кавказа, знала нашу молодежь. Надеюсь, что наша молодежь и здесь, и там вот у вас не будет ограничиваться информацией ТикТока и других всяких социальных платформ. Надеюсь, что есть нечто большее и неподдельное, героическое, наверное, в нашей истории, в нашей общей истории. То, что должно быть, как мне кажется, ценностью для многих поколений вперед. И частью этой истории, скажем так, общей, являетесь вы, Деньгах Халидов. Приветствую вас в нашей студии, в студии Аргама. Спасибо, я вас также приветствую. Рад видеть соратницу по Конфедерации с начала 91-92 года. Ну, не скажу, что я вас хорошо помню по тем временам, но Гудаут и не раз бывал во время войны. Я помню атмосферу того периода, я помню всеобщий подъем и энтузиазм, и веру в победу. Прошло 30 лет, размышляя о войне в Абхазии, размышляя о конфедерации народов Кавказа. Как бы вы сказали себе, например, такой вариант, как время быстро пролетело? Или вы говорите себе, это было давно, как это было давно? Вот хотелось бы с этого начать, это вот как бы наша разминка с вами. Это было давно и недавно, очень сложно ответить на этот вопрос. Для меня этот период, когда ты себя чувствовал сотворцом истории, ну, конечно, незначительную роль, но мы все-таки играли определенную роль в тот период. Значительную, значительную. Это, эти периоды остаются в жизни, как яркие страницы твоей жизни. Когда ты делал дело, когда тебя слушались, когда ты был искренен, когда ты держался принципов, когда тебя слушались люди в низах, в верхах. И когда ты влиял на общественное мнение, в Дагестане это все-таки тысяча километров от Абхазии. И мы сумели переубедить нашу интеллигенцию в правоте нашего общего дела Абхазии, конфедерации. Это дорогого стоит. Это не измеряется деньгами, успехом, карьерой. Там другая шкала ценностей. В городе Сухун, в самой людной части города причем, имеется улица имени имама Шамиля, вашего земляка. Выдающаяся историческая личность. Не буду углубляться в историю. Сегодня это не задача нашей передачи, нашей коммуникации с вами. Но хочу спросить, его образ присутствует в ваших мыслях? Будучи инженером, получив инженерное образование, я увлекался историей социологии и перелопатил всю нашу библиотеку, изучая историю Кавказской войны. Потому что я был лечен и в вузе, и в школе возможности познать историю собственного края, Дагестана и Северного Кавказа. И когда я читал эти документы того периода Кавказской войны и про имама Шамиля, слезы наворачивались на глаза. Поэтому для меня имам Шамиль это не пропагандистская фигура, это не фигура, которому поклоняться надо. Это фигура, выдающаяся историческая личность, которой надо брать пример во всем. Почти во всем. Не почти, а во всем даже. Знаете почему? Потому что он себя не воспринимал как человека, который делает нечто для себя, для своей общины, для своего народа. Он себя воспринимал как инструмента, божественного инструмента. Он сверял свои поступки с поступками пророка, последнего пророка. Но ваше отношение и ваше восприятие этой личности, оно менялось? Оно углублялось. И, соответственно, его образ начинал играть более яркими красками, более многогранной становилось. С возрастом, с знакомством с документами, с накоплением знаний. Я как ученый, историк и социолог одновременно, оценка его личности становилась более богатой. И на каждый выпад против имама Шамиля я находил ответы научно обоснованные. Одним из последних таких ответов была большая статья, которую я опубликовал в Фейсбуке. Ответ, когда, значит, очень-то не совсем корректное было, не совсем корректное, с моей точки зрения, на взгляд, значительной части дагестанской общественности, была дана оценка имаму Шамилю, лидерам соседней республики. В эпоху застоя, вообще, если корректно теперь, эту эпоху называть таким образом, или ту эпоху называть таким образом, как случилось, что инженер-радиоэлектронщик Деньга Халидов уходит в социологию? Я почему затрагиваю время застоя? Потому что понимаю, что в то время общественным наукам, таким как социология, было не очень легко. Почему вы ушли в социологию? Я в детстве увлекался историей и географией, перелопатил все энциклопедии, детские энциклопедии по истории, древнему миру. Зачем это мне в пятом классе? Ну, вот интерес. В десятом классе я его писал за рубежом. Но одновременно увлекался, естественно, научными дисциплинами, математикой, физикой. Поступил на инженерное. Модно было. Конкурс большой, успешно учиться. Мода на технические специальности инженерные. Представляете, это было замечательно. Я выписывал технику молодежи, юный техник, увлекался радиолюбительством. Но потом где-то на пятом, на третьем курсе, четвертом курсе я понял, что это не мое. А на пятом курсе, когда получал диплом инженера, своим друзьям, однокурсникам сказал, при первой возможности я слиняю и поступлю в аспирантуру по социологии или философии. И через 10 лет свою мечту исполнил. И поступил в Москву. Вот скажите, в двух словах, насколько интереснее стала сегодня социология как наука? Если бы я был министром образования и науки в России, я бы непременно обязал открыть две кафедры в гуманитарных вузах, в гуманитарных факультетах обязательно. Кафедру социологии и кафедру геополитики и политэкономии вместе. Нельзя рассматривать геополитику вне контекста глобальной политэкономии. Кстати, вы кандидатскую писали по социологии, а докторскую по политологии, да? Я преподаю политологию, геополитику. Преподавал, во всяком случае, сейчас нет. Был период, когда я жил в Москве, лет 13 назад я преподавал спецкурс геополитикой Международной институте управления ГИМО примит. Это спецкурс, где зачет я принимал у студентов, геополитика. Сейчас я, может быть, чуть-чуть расширю свой ответ. Если молодежь знает геополитику и глобальную политэкономию, она не будет задавать неграмотных вопросов. Она будет относиться с большим пониманием к некоторым политическим шагам, в том числе и российского руководства. А теперь, что касается социологии. Социология дает инструментарий, метод анализа исторических событий, исторических личностей, историю того или иного народа, государства, и выявляет там такие тайны, и раскрывает эти тайны совершенно от других позиций. То есть, междисциплинарный подход открывает новые возможности для раскрытия тайной истории. Потому что социология рассматривает историю как на протяжении большого промежутка времени с позиции мотивов, ценностей. Сплошь и рядом бывает, что гуманитарий, очень узко ограниченно образованный, узкий профессионал, допустим, анализирует события истории и вкладывает в мотивы и ценности людей той эпохи собственные мотивы и ценности. Не учитывает культурного, исторического, политического контекста, религиозного контекста того периода. И с этих позиций, я вот не согласен с Наполеоном, я вот считаю, что имам Шамиль что-то не так сделал. Я говорю, слушай, ты учитывать должен контекст, историю, мотивы, ценности, и тогда ты поймешь. Социально-культурный контекст обязательно. Да. Есть специальное направление, мощное направление в социологии, называется социология, понимающая социология. Основоположник ее Макс Вебер. Это классик мировой социологии, ну, мирового уровня классика. Немецкий социолог, мне приходилось его читать, да. Макс Вебера его читать можно как бы с удовольствием, билетристику. Поэтому социология важна для историков, социология важна для политологов, социология важна для геополитиков, социология важна и для экономистов. Кстати, геополитику мы ввели в нашем университете, если не ошибаюсь, в 90-х. Один мой родственник очень постарался и геополитику читают у нас на факультете. Ну, еще важно определить, кто читает геополитику. Бывает, там нахватался, там, там, там. Это очень серьезная дисциплина, направление в политологии, которую тоже надо анализировать с позиции глобальной политэкономии. То есть, каковы цели, задачи у тех глобальных элит, которые определяют геополитику, допустим, Запада или геополитику Китая. Кстати, раз вы заговорили об элитах, тот же преподаватель, который в свое время ввел геополитику, он все время предлагает ввести элитологию. Как вы к этому относитесь? Элитология – это более узкое направление, это одно из направлений в социологии. Я согласен с ним в этом смысле. Спецкурс элитологии очень даже полезен. Давайте поговорим о вашей общественной деятельности. Вы коммунист? Я сейчас по убеждениям социалист, но никогда компартии не состоял и не писал заявление. Мы начинали перестройку с лозунгов, антиноменклатурных лозунгов. И организовывали клуб перестройки и демократическое движение в Дагестане. В 1977 году вы стали членом московского общественно-политического клуба, который назывался «Перестройка». Абсолютно верно. А потом, насколько я понимаю, вы открыли Махачкале. Филиал этого клуба открыл Махачкале. Вот прошло столько времени. Как вы сегодня относитесь к перестройке, если не длинный ответ? Я отношусь, если коротко... Вы тогда правильно включились в перестройку? Романтические, слишком оптимистические, настроенные, невежественные интеллигенции использовали и выплюнули. Да, многие мои знакомые, кстати, так говорят, которые как раз в те годы поддержали перестройку. Потом бегали, добивались избрания Эльсона и так далее. Потом они разочаровались. Обманулись в одеждах. Мне это говорил Александр Панарин, покойный, бывший заведующий кафедрой политологии МГУ имени Ломоносова, выдающийся мыслитель, он не просто политолог. Политологов у нас уйма, а мыслителей мало. Он говорит, мы нас обманули. Я говорю, совершенно верно. Александр, я сейчас не помню по отчеству. Нас обманули. Ну, сейчас не будем распространяться, кто обманул, как обманули. Мы были тогда, наша интеллигенция гуманитарная, советская, особенно в провинциях и в Москве тоже, в геополитическом смысле были невежественны. И Ельцин был невежественен, и Горбачев. Ну, говорят, что они предатели, а я говорю, они более невежественны были, в большей степени. Кстати, Киссингер, который первый раз с ними пересекся, столкнулся, с ними общался и так далее, он был в ужасе об их интеллектуальном потенциале, об их уровне и так далее, высказывался очень уж негативно. Вот о Горбачеве и всей вот этой компании, которая его окружала в то время. Понимаете, это рассуждение нас могут далеко увести, но факт то, что гуманитарные науки в Советском Союзе, я имею в виду социальную психологию, ну, вообще социология, психоанализ, анализ поведения малых групп человека, они были в загоне. Западная социология, западная психоаналитическая школа, западных ученых не признавали, а собственный проект и собственное осмысление с позиции советской цивилизации хромало, потому что признавали только сознательную сферу человеческой деятельности, человеческой жизни. Когда как бессознательные комплексы, идеи, мотивы, ценности на бессознательном уровне играют выдающуюся роль в социальном поведении и в социальных процессах. Я когда прочел социологу франкфуртской школы, значит, Эрих Фронтом, Маркузи... Это в какие годы вам удалось их прочитать? Мне кое-что удалось еще в 80-е, а более подробно уже в конце 90-х. Вот прочитали, и к чему вы пришли, что вы тогда поняли? Я пришел к тому мнению, что если бы, значит, советская элита была в достаточной степени в геополитическом отношении грамотно, они должны были бы взять на вооружение методы исследования личности группы западных ученых, начиная... Грамщи был такой автор тюремных тетрадей, итальянский философ-мыслитель, он умер при Муссолини, Антонио Грамщи, по-моему, да. Они бы тогда должны были бы исследовать психологию масс людей, групп человека с точки зрения не манипуляции, а с точки зрения влияния и формирования общественного мнения, влияния на человека. Это то, что называется сейчас мягкой силой. Хорошо, но кто бы это изучал в Советском Союзе, где к общественным наукам относились, вы знаете как? Ирина, советская пропаганда была тупая, она проигрывала на всех фронтах западной пропаганды. Да, очень жаль, кстати. Очень жаль. А они бы не проиграли, если бы знали, что такое человек во всем его комплексе качеств, духовных, психологических, бессознательных и сознательных. Если бессознательная сфера не признается, признается только, говорится, что это буржуазная наука, а вес упор делается на сознательной сфере, на дидактике, на воспитании. Согласна. Советский Союз имел такой потенциал человеческий, просто огроменный, который мог быть по-настоящему интеллектуальным ресурсом, но образовательный инструментарий и идеология, которая давлела над ним, загоняла людей, понятно, в тупик, потому науки и отставали, общественные. Правильно. Идеология была тупо построена. Инструментарий и методы влияния на массы, на людей, и на сознание людей, серьезно страдали неадекватностью. Люди уже не воспринимали советскую пропаганду. И поэтому они проиграли тоже. Уже было какое-то отторжение. Отторжение, да. Сама элита тоже отвернулась от ценностей, когда билеты членов Компартии продавались направо и налево, особенно на Кавказе. Ну, если вы знаете или не знаете. Я-то помню этот период. Хоть вступит в партию. Взятка. Ну, и что такое? Партия 20 миллионов человек один день оказалась не у дел и распалась. Рассыпалась просто. Рассыпалась она. И этим самым сама жизнь показала нам несостоятельность этой партии. Ваша общественная деятельность привела вас в Абхазию, привела в Конфедерацию народов Кавказа. Как это произошло? Знаете, знакомство с историей Северного Кавказа и Дагестана, особенно период Кавказской войны, потом чуточку так краем уха история Горской республики 1918-1919 год, куда вступал и Абхазский национальный совет. Я сам себе задавал вопросы и на них находил ответы. В чем единство с северо-кавказских народов? Оказывается, это единство в глубь истории уходит. Это больше, чем Кавказская война. И даже Кавказская война, где черкесы, западные черкесы, абхазцы, чеченцы, дагестанцы участвовали. И как так получается? Живем за тысячи километров, за 500 тысяч километров друг друга, а ценности одни, мотивы одни. Друг друга понимают. Как так дагестанский какой-то аварец Махамед Эмин сумел в течение считанных лет, ну, 2-3 года, убедит Абадзехов, западных черкесов, признат свое лидерство? Это же чужак для них. Значит, есть некая тайна северо-кавказской судьбе, которая нас объединяет, и это объединение уходит в глубь истории. И когда ассамблея... Она уходит, наверное, в нашу прародину, в наш общий очаг, который когда-то был в древнейшие годы. Когда я услышал, что ассамблея народов, горских народов Кавказа создана в Сухуме, мы на своем узком совещании там, ну, аварское национально-демократическое движение там тоже было, приняли решение вступить в эту ассамблею. И в Грозном заседали, в Нальчике заседали, потом приезжали не раз в Абхазию. Первую поездку свою в Абхазию я не помню, но помню одну очень яркую поездку, когда Вячеслав Ардзимба нам... Был трудный период, по-моему, в февраль 90-го или февраль 91-го года, я не помню сейчас. Когда мы на автобусе с делегацией ассамблеи горских народов Кавказа, с молодежью и старейщиной, а старейщину возглавляли я и дагестанский наш был мусульманский деятель, очень мудрый человек, Мугумай Магомед Расул, приехали сюда для выражения поддержки абхазского освободительного движения, а тогда был Абхазский национальный совет или Сергей Шамбов. Народный форум Абхазии, народный форум Айт-Гылара. Айт-Гылара, да, совершенно верно. Народный форум Айт-Гылара. Нас пригласили двоих как руководителей делегации ассамблеи, за исключением, конечно, Абхазии, Северного Кавказа, на сессию парламента Верховного Совета. Публичное выступление мое оставило впечатление недосказанности. Грузины мне не аплодировали, абхазцы аплодировали. Ну, понятно. А мой старший сотоварищ, который прошел мордовские лагеря, очень мудрый человек, человек с принципами, он сделал мудрое выступление и Абхазы, и грузины аплодировали. Вот этот момент помню. Вячеслава Ардимбе разговор помню. Ну, наверное, говорил с позиции духовного человека. Да, моя мать верующая, мусульманка была. Ну, Ардимбе, конечно, это большая величина для Абхазии. Вот с этого он начинает. Ну, естественно, мои коллеги по ассамблее, это Гурам Гумба, это Сергей Шамба, это Геннадий Аламе, это покойник Константин Асган, это в то время вместе с нами был и Олег Домения, и Валерий Кварча. Сейчас они живы, они встречаются. Вы очень смелый человек, должна сказать. Вот в одном из интервью, вот я слушала вас, вы говорите о том, что в тот очень тяжелый период представители дагестанской интеллигенции говорили вам, что не стоит тратить свое драгоценное время на вообще кавказские проблемы, на абхазские вопросы, что надо заниматься вам Дагестаном и так далее, но вы их не послушались. Что вы чувствовали тогда вот к собственной интеллигенции, которая не могла понять вас? Еще вот интересно, за вот эти годы, наверное, там произошла еще смена поколения, как изменилась дагестанская интеллигенция? Она вообще изменилась в понимании, может быть, абхазского контекста или же просто кавказского контекста более общего. Я нашей интеллигенции разговаривал, используя два аргумента. Первое, в своей освободительной борьбе абхазцы правы. Я объяснял, почему они правы. И второй аргумент. В конце концов, абхазцы – это наши дальние родственники на том конце Кавказа и наша общая история. А каким образом наша общая история? Я говорю, Кавказская война. А вы знаете, сколько мухаджиров в Абхазии? А вы знаете судьбу Горской Республики и Союза Объединенных Горцев Кавказа, Северного Кавказа 1917 года? Мне пришлось там написать отдельную большую статью. Она называлась так «Абхазская трагедия и Кавказ большой политики». Она была опубликована в республиканской центральной газете «Дагправда», «Дагестанская правда». Это рупор бывшей КПСС, обкома партии, а потом рупор Верховного Совета Дагестана. И еще последняя публикация должна была быть там опубликована, пока там председатель Верховного Совета, дед мы его называли, Магомед Алимагомедов, не позвонил главному редактору и своим даргинским акцентом и сказал, «Мария Федоровна, это что, халидово деньги, что ли, газета? Прекратите их!» Четыре подряд номера республиканской газеты, тираж 100 тысяч. Это же влияние на общественное мнение, да? После этой публикации нашей интеллигенции так и сказала, вот теперь ты нам глаза раскрыл и позвала там на... Ну, без перестройки это было бы невозможно. Конечно, невозможно было, да. В 92-м году я в феврале это опубликовал, январь-февраль, и потом президиум Академии наук Дагестана, ДАК-филиал Академии наук России, они там собрали около 50-100 человек, я сделал там доклад, дополняющий те статьи. Перелом определенный наступил, но в целом дагестанская интеллигенция, она настроена нейтрально, исходит из других мотивов и ценностей. Никаких. Мы, многонациональные республики, и у нас, дай бог, чтобы не было межнациональных, межэтнических конфликтов, мы нейтральны по отношению к кавказскому контексту, геополитическому и так далее. Мы не должны вмешиваться в кавказские дела, чтобы остаться у себя внутри, в нормальных отношениях между собой. Вы знаете, когда делегация конфедерации после окончания войны, уже война подходила к концу, всем было ясно, что Абхазия побеждает, конфедерация на коне. Делегация конфедерации приехала в Дагестан, проехал весь Северный Кавказ, и они были, начиная с Шариба Мусы, Шамиля Басаева, других, третьих, более десяти человек. Абхазцы, Гурама Гумба, Геннадий Аламин, Сергей Шамба, Шариба Муса, там другие, третьи, чеченцы. Как их встретили? Самых дорогих гостей. Расул Гамзатов нас пригласил к себе. Министр финансов, восходящая политическая звезда Гамид Гамидова покойный, его взорвали. Он пригласил гостей. Фестиваль аварской культуры, фолклора, стадион полный, когда делегации конфедерации пришла по приглашению туда, я впереди, с флагом конфедерации, и дагестанский флаг, другие флаги, абхазский и конфедерация флаг. Весь стадион встал и аплодировал нам. Победители уважают. Теперь все с победителями. Мы вас морально поддерживали. Это было отражение уже другой позиции. Нейтралитет нейтралитетом, но вы победители. В глубине души, наверное, говорили все-таки гены и кровь. Вполне возможно. Я хочу думать таким образом. Наверное, всегда надо ставить себя на место того человека, который принимает какие-то решения. И не всегда мы молодежь, в то время молодые люди, 40 лет за 40 лет, это еще, конечно, не молодежь, но к ним надо подходить в дифференцированном. Не осуждать, а с пониманием отнестись, но вместе с тем добиваться своего. Это разумно. Джоримов, например, другую политику его, адыгея. Да. Это как бы исключение из правил. Это исключение из правил. Это на самом деле выдающийся человек, не только как деятель общественный и так далее, как кавказец, как адыга, как человек, как человек. Глубоко порядочный и сильный, конечно. Порядочный, и он зов крови давал о себе знату политики Джоримова тогда. Да, это было сильнее, чем, скажем, система, которая над ним довлела. Вот скажите... Насчет вот того вопроса, который я не закончил, в ответ. Дагестанская интеллигенция на кой стадии сейчас? Мы сейчас создали там экспертный клуб общественный, он называется «Культура и цивилизация Дагестана». Процессы, которые идут в мире, в России, могут окончательно похоронить то, что составляет наш фундамент региональной цивилизации Дагестана, сформировавшейся на протяжении последних двух тысяч лет не только языки, как способ коммуникации, но как душа культуры этнокультурный компонент, национальный компонент постепенно ликвидируются. Короче говоря, мы поставили цель там и археологи, и историки, и филологи, и педагоги, и журналисты, и социологи, ну, я социолог в единственном числе, будировать общественное мнение, добиваться у властей решения проблемы сохранения в Дагестане то, что составляет ядро ее культуры, ядро ее региональной цивилизации. Как правило, чиновники, они сплошь и рядом менеджеры, экономисты, юристы, мы должны раскрыть им глаза, есть нечто, что составляет бесценное, что мы не имеем права терять, а мы можем потерять из-за вашей узколобой политики, которая за цифрами не замечает глубинных вещей и глубинных тенденций. Что было самое сложное для конфедерации? Вот я помню вперед войны какие смелые скажем, документы, воззвания, обращения исходили от парламента конфедерации за подписью Сосланбекова и так далее. Что было самое сложное для КНК вот вперед войны нашей? Самое сложное было первое достучаться, убедить республиканские власти на Северном Кавказе, что это дело правое и что надо поддерживать в большей степени чем они это делают. Второе сложно заключалось в том, что на фоне этой войны проблемы на Северном Кавказе межэтнического характера, как правило связанные с земельными вопросами, начали использовать деструктивные силы, аффилированные с властями, как правило силовики, и приводить в действие механизмы межэтнических конфликтов. И тогда конфедерации не хватало сил, не хватало конфедерации для купирования этих конфликтов, для мобилизации общественного мнения, чтобы остановить этот процесс. Яркий пример это осетино-ингушский конфликт. Я объясняю ингушской интеллигенции, что конфедерация не виновата. Нет, вы не вмешались. Я говорю, не было ни сил, ни возможностей. при том, что Сосломбеков, я был его заместителем, я, не могу поехать, давай, Владикавказ, надо поехать. Я говорю, хорошо, я еду в Назрань, вижу пленных осетин, но на той стороне, мне говорят, ингуши, сотни наших погибших, сотни раненых, разграбленные дома, арестованные, закрытые в этих лагерях ингуши. Я говорю, хорошо, проверить надо. И я звоню Владикавказ, чтобы мне дали дорогу, представляясь такой, но не дали. Я изучил этот конфликт долей поперек и пришел к угоду, что там свою роль сыграли представители центра и обманули с одной стороны ингуши, ингушскую элиту, с другой стороны. Ну, спровоцировали этот конфликт, который можно было избежать. И того, чтобы отвлечь? А при том, что в 92-м году июне месяц мы джейрахи два дня совещались конфедерации, парламент конфедерации и приняли резолюцию по осетино-ингушскому конфликту. Там были и осетины, и ингуши. Потом встречали первым заместителем председателя парламента Северной Осетии. не отходя от кассы, как говорится, сразу после джейрахского совещания. И договорились, топонемики меняют какие-то названия пригородном районе. То есть, заложили, тогда не было принято говорить о дорожных картах. Ну, то, что сейчас известно, как дорожная карта, алгоритм действий последующих. пошаговые действия. Это было до Отечественной войны. 92-й год. Мы сперва поехали, организовали мощный съезд Цхинвал, конфедерация, где парламент Южной Осетии и конфедерация. Мы на вертолете туда полетели. Осетина организовали. И это сыграло тоже свою роль в том, чтобы блокировать возможные поползновения со стороны Госсовета во главе с Чеварнацией. Так называемого Госсовета. Вы помните Китаване и Осибиане Ну, конечно. Хорошо помню. Значит, а далее, буквально через две недели совещание в Джерахе. У нас была своя программа улаживания межнациональных конфликтов на Северном Кавказе. И в это время, в октябре, нас не хватило. Все силы были сконцентрированы там. В любом случае, это говорит о том, что конфедерация нужна была очень. Конечно, нужна была. На этом этапе, вообще, конечно, не просто так искусственно кто-то ее создал, внедрил и так далее. Это был и общественный запрос, и реально это было необходимо. Вот скажите, я не собиралась об этом спрашивать, но вот сейчас вот вы заговорили Айсас Ламбеков, вы вот в этих тяжелых ситуациях видели его. Что это был за человек? Это был яркий трибун, это был человек, заряженный на подвиг, ну, одновременно на такое мощное самоутверждение в психологическом плане, что, собственно говоря, спровоцировало, я так думаю, конфликт, такой незримый конфликт между президентом Ичкерии покойным Джохаром Джудаем. Он не любил связываться с бумагами, вся бумажная работа парламента была на меня. Резолюция значит и организационный час. Это было на вас. Я в этом плане... Вы как зампредседателя, и мне часто приходило самому проводить заседание парламента, но он как трибун, как человек, который слушались и в Абхазии, и Южной Осетии, он был нужен. И на Северном Кавказе вообще, да. Но человек не может не совершать на этом месте это ответственная должность председателя парламента. Я думал, зачем парламента назвали бы, оставили бы ассамблею. Нет, именно парламент. Это был вызов, брошенный официальным властям. Какие парламенты? Парламент только мы, типа официальные верховные советы. Ну, такой человек там нужен был. Ну, и такие, как я, тоже должны были быть рядом, чтобы исправлять ошибки. Ваша интеллигентность, чтобы она сдерживала вот эту буйную харизму, да? Ну, я там его не могу сдержать, но я помню один разговор, значит, я веду заседание конфедерации в Грозном, по-моему, 92-й или 93-й, да, 92-й год. Осень. Война в разгаре отечественная. Я веду, Сосломеков рядом сидит, он говорит, мне предостав слово там после этого. То есть, он заряжал себя, готовился внутренне, чтобы произнести такую яркую речь, которую оставит след у всех. Но я почему-то ему не дал, кому-то дал, который, ну, невозможно было не дать ему слово. Я ему даю слово, он выступил, потом ему даю, он уже, ну, не так ярко выступил, а потом в кулуарах мне говорит, почему, говорит, ты мне не дал, не дал слово, как мы договорились. Я говорю, тот должен был уйти, выступить и уйти. Ну, нельзя было не давать ему, потому что он должен был уйти. Нет, все равно там возмущался. сегодня нас, конечно, волнует вопрос влияния Грузии на Северном Кавказе. Работа большая ведется и так далее. Не будем углубляться в этот вопрос, но в то же время. Как вы считаете, в Дагестане есть влияние Грузии? Грузия действует тонко, создает образ, хороший образ, привлекательный для отдыха республики. Это одна сторона, вторая сторона. С Дагестана массово ездят туда, отдыхают туристами. Очень любят Грузию в этом плане. Это очень серьезный фактор. Второй фактор, грузинская интеллигенция, научная, образовательная, не знаю, тонко очень работает северокавказская интеллигенция. И делается это очень тоже. А ваша молодежь обучается там? Наша молодежь не обучается, но наша интеллигенция с удовольствием ездит на разные конференции, конгрессы, симпозиумы, как угодно называют это все. Это всегда общение, это взаимное влияние, это дружба. Чего началась конфедерация? С фестивалей, с круглых столов, конференции. Кто стоял у истоков? Геннадий Аламин, Сергей Шамба, Гуран Гумба. Геннадий Аламин это был вообще мотор всей этой культурной программы, когда Абхазию для себя заново открывали адыги, кабардинцы, чеченцы. Тогда была чечена Ингушетия, и Геннадий мне признавался, мы, говорит, до Дагестана не дошли, не хватило времени. То есть и Дагестан был у них в планах, там фестивали, там еще что-то. Ну, то, что касается Дагестана, мы работали там. То есть это то, что называется сейчас мягкая сила, когда на людей воздействует значит мероприятие, где есть тепло, где есть человеческое общение, где без значит без пропаганды, без дидактики добиваются своих целей. А вот в нашем общении чего не хватает? Или всего не хватает? Сейчас Абхазия и Дагестан всего не хватает, скажем так. Ничего как будто и не происходит. Мы очень далеко друг от друга. Я-то знаю, что для меня дорога Грузия закрыта. Я для себя ее закрыл. И даже на научные конференции, хотя однажды собирался поехать, но хорошо, что не поехал. Не хватает у вас маленькая республика, вы выживаете, вы живете в трудных условиях. вам с некоторых пор ваша политическая элита тоже чисто формально стала относиться к тому, что называется северокавказским фактором. Дай Бог восстановит этой связи на неформальном уровне через систему разных групп, клубов, сообществ с адыго-черкесской частью, общественностью. Северной Осетии не буду затрагивать тему, ну, Кабардино-Балкария, Карачаи-Черкесия, Адыгея, частично казаки. Ну, казаки без этого, им очень нравится здесь жить. Значит, эту сторону надо прорабатывать. Сейчас мы в сложное время живем, очень сложное время. Как орукнется это сложное время в Абхазии, трудно предугадать. Но надо быть готовим ко всему. Я сейчас процитирую вас немножечко. Мы были правы тогда в начале 90-х. Мы поступали по совести, внутренней интуиции. Никаких расчетов у нас не было. Говорите вы в одном из интервью. во-первых, спасибо за такое признание. Из крика «Валлах мы в атаку пойдем, и свободу Абхазии в бою обретем». Это слова из песни Ханкарова. Ханкаров, вы знаете, ярчайшая личность в конфедерации. Я тихо горжусь тем, что мы с оператором Мизаном Лумя смогли его с большим трудом, но все же уговорить и записать его песни, в том числе песня, которую он называл «Гимн Кавказа». Это был такой вдохновляющий фактор во время нашей войны. Это было нечто. Очень часто меня просили, чтобы в моей субботней программе, посвященной добровольческому движению, все время звучала эта песня. И вопрос. Я согласна, что время уже другое, но все же не могу не спросить, что вы чувствуете, когда въезжаете в Абхазию? Я чувствую, что я приезжаю на вторую родину. Если я не объявили выговор, вы думаете таким образом. Мне объявили выговор, с занесением личного дела конфедераты кавказские, ну конфедераты абхазские конфедераты за то, что я последние три с половиной, даже четыре года, чуть ли не четыре года не был в Абхазии. Поэтому обстоятельства жизни такие, что я приехал на защиту докторской Гурама Джотовича, Гумба, блестящая защита, это революционный прорыв. И за это вам огромное спасибо, что вы приехали на защиту своего друга, который защищался, кстати, по теме, должно быть очень близкой вам. Очень, конечно, близкой. Это не просто друг, это соратник, это судьба, это... Я когда приезжаю в Абхазию, я скучаю по своим соратникам, по Брехаловке я скучаю. Это второй парламент, такой мини-формальный парламент. Мы должны там поделиться впечатлениями, мнением по политической ситуации там и в России, и на Северном Кавказе, и в Абхазии. Ну, это дорогого стоит. Понимаете? А кофе по-сухумски, вот по-восточному пьют у вас в Дагестане, вот как мы, мы без кофе не можем. Вот недавно в Махачкале провели конкурс, фестиваль кофе, махачкалинское кофе. У нас кафетерии столько, сколько, наверное, в Абхазии, в Махачкале. Огромное количество кафетерий, кофе. Вот скажите, вы в Инстаграме зарегистрированы. Честно, зачем вам это? Там интересно вам? Мне друзья сказали, блогеры, зарегистрируются, там тоже публика есть, которые, может, ты на них можешь повлиять, пообщаться с ними. Вот у меня посмотрел, есть определенная реакция, а есть обратная связь. На один ролик, где я в течение 10 минут на самом деле грузил весь состав парламента республики, прямо их обвинял безответственности, когда они готовы были принят закон согласиться с QR-кодированием и, соответственно, сегрегировать людей на тех, кто прошел эту процедуру и на тех, кто не прошел. И, соответственно, выстраивается система запретов. Этим нельзя туда, этим нельзя сюда. я обвинил, обосновал свою точку зрения, нашу точку зрения, что это сегрегация, это попахивает значит, нацизмом. Это серьезная дискриминация. И вы должны чувствовать эту ответственность. И вот вам документы, научная аналитика, которая показывает всю вредность всего того, что вы делаете по этим уколам, по этим препаратам, которые уколют. Я этим занимался, ну, профессионально, имеется в виду, изучал эту проблему. И мы круглый стол провели. Это собрало почти 200 тысяч просмотров. 5 тысяч лайков. Это очень много. Много, конечно. Значит, есть в Инстаграме публика, аудитория, которая задает себе серьезные вопросы. А не просто хихихаха, выставление себя. Я читала вашу биографию село, я не знаю, ударение, скорее всего, Карата, Ахвахский район. А мне вот интересно, как это звучит на аварском. Давайте попробуем, я услышу правильно. Вот прям по-русски, это русская транскрипция. Да, это русская транскрипция. А на аварском это звучит Карата, КА, КА, КАРАТА, Э. Ахвахский звучит АКОЛАЛ, АКОАХ, АХВАХ, АХВАХ, нет, не АХВАХ, АХОЛАЗУЛ РАЙОН. Почему я задаю этот вопрос, и почему мне интересно было аварскую речь услышать? Как социолог, как вы думаете, какая часть дагестанского общества знает о родстве наших народов? И еще, история Дагестана преподается в школах? Вот, очень серьезный вопрос задали. Ну, вернее, не то, что серьезный, но важный, важный вопрос. Историю Дагестана преподает. Вопрос, как преподает, качество преподавателей, качество учебников. Мы этот вопрос как раз в этом клубе культуры и цивилизации Дагестана будем поднимать. Историю Дагестана я изучил самостоятельно. В школе, когда я учился, нам не преподавали историю Дагестана. А вот, где-то с конца 80-х начали, со временем перестройки, был еще другой предмет, культура и традиция народов Дагестана. Это очень важный предмет. Значит, культура имеется в виду и социокультура, это не песни-пляски, а социокультура... Хорошо, тогда вот первая часть твоего вопроса. Многие в Дагестане знают о родстве наших народов. Очень немногие. Очень немногие. Но, видимо, все-таки важно, как преподается история, если она преподается, и о чем там пишут, и так далее. Вот я не взяла, вот у нас есть учебник «История Абхазии» с 5-го, 5-х и 9-х классов. Понимаете, уже почти с 5-го класса мы пытаемся пытаемся ребятам дать историю абхазов, и это в привязке с историей наших братских народов. Этот учебник мне не попался. Здесь у меня учебник 10-х и 11-х классов, но все равно, вот, посмотрите, я приведу только один небольшой, значит, абзац, но с моей точки зрения это очень важно, потому что как иначе формировать вот сознание, вот понимание родства с братскими народами и так далее. Вот абхазо-адыгская группа языков по своему происхождению родственна восточно-кавказским языкам, в скобках войнахский и дагестанский. Обе эти группы образуют единую кавказскую семью языков. Но такого рода тексты надо разукрашивать такими примерами и культурологического плана. К примеру, национальная одежда северокавказцев, черкесска, национальный танец северокавказцев, лизгинка, национальная, вернее, народная обычая северокавказцев. Это чрезвычайно трепетное отношение к тому, что мы называем целомудрым женщин. Трогать нельзя. Уважение к женщине. Традиции северокавказцев, уважение к старшим, святость семейных ценностей, святость родственных чувств. Значит, родовая память, особенно у абхазцев, войнахов, частично кабардинцев, в Дагестане это не так. Это все, это из области социологии, это из области этнологии. И когда об этих вещах говорят и показывают примеры, допустим, там документальные кадры, всего-то час лекций, достаточно, чтобы они воспламенились, ребята, молодежь. восприятие усиливается, когда ты показываешь слайды, ты показываешь документальные фильмы и одновременно говоришь. Чем в настоящее время занимаетесь вы? Два проекта. 15 лет проекту Российский Конгресс Народов Кавказа, который надо оживить. Мы создавали ее в 2007 году, закладывали определенные ценности, цели, задачи, которые в свое время были заложены и Конфедерацией Народов Кавказа, но не во всем, конечно. Этот проект плюс общественный проект культуры и цивилизации. Ну и одновременно наука сейчас с течением времени побеждает. Знаете почему, Ирина? Потому что времени мало, а задач много. Начатые 3-4 монографии и до конца не доведены, не опубликованы. Одна завершена, не опубликована. Другая начата, не завершена. Ну, совершенно разных областей. Допустим, Карата, Каратинское наибство, Кавказская война, опыт историко-социологического осмысления. Это серьезная монография из области исторической социологии. Ну, это вот хорошо, что вы на стыке наук работаете, и социологию, политологию, историю, когда хорошо знают, это важно. Тайна единобожья. Опыт историко-философского осмысления. Это очень серьезная вещь, которая... Ну, вот на такие конкретные научные темы мы поговорим в следующий раз, вы когда приедете к нам. Это очень интересно. И больше внимания сейчас хотите сказать, что науке уделяете? Я хочу уделять больше внимания науке. Я рад, что мой друг, соратник, защитил диссертацию, и я ему сказал, ты... Это третий след в истории Абхазии, который ты как бы оставил серьезный и повлиял на общественное мнение. Был период, когда он своим выступлением своей броширой играл. Был период, когда во время Отечественной войны... А это третий такой важный момент. И вообще, считай, его первая диссертация кандидатская... Это была посвящена древней истории Войнахов. Ну да, это событие. А сейчас Центральный Кавказ, комплексный, системный анализ. Это выдающееся его достижение и заслуживающее... Ну вот, он мне сегодня подарил автореферат. Я надеюсь, что прочитаю не только автореферат, а саму диссертацию тоже. Следующий мой вопрос. Вот в этом году вот скоро мы будем отмечать 30-летие добровольческого движения в Абхазии. Вы абхазский доброволец. Для вас это ваш? Если бы я держал автомат, жил окопной жизнью добровольцев, тогда я имел бы право. Но Мусаша не был покойный, и руководство, и Константин Азган мне сказали, ты нужен Дагестане нам больше, потому что там организация гуманитарной помощи, организация добровольцев, организация материальной помощи. О своей деятельности в конфедерации, о своем вкладе и так далее, в дело победы Абхазии, вы, конечно, не жалеете. Нет, конечно. Нет. Я дагестанская интеллигенция объяснял, ну, не все интеллигенции, я, во-первых, им объяснил мотивы, я говорю, это дело принципа. однажды связав свою судьбу с Ассамблеей, потом конфедерацией, и это было вызвано, пусть это, на ваш взгляд, нерационально с точки зрения участия в дагестанской политике, с точки зрения помех своему политическому становлению и карьере там в Дагестане, но я что своим соратникам буду объяснять, я не могу заниматься этим, вернее, я не могу заниматься активно, потому что это просто изменить самому себе, я уже тогда не деньгахалидов, я такой пошел-то. Не знаю, в чем причина, может быть, в том, что вокруг очень сложно идут процессы, мне стало казаться, что много негатива, много негатива в окружающем мире, и что вообще мало вещей, все меньше предметов, которым мы могли бы испытывать такое гедонистическое отношение, я такую терминологию использую, гедонизм, потому что знаю, что все это вы знаете прекрасно, но может быть на меня влияет и мчащийся вперед возраст, вопрос такой, как воспринимаете время, варианты, вам интересно, вам неспокойно или вам противно, честно, третий вариант как, противно, противно, да, как воспринимаете все, что происходит вокруг нас, вот время, в котором мы живем, интересно, неспокойно, противно, и так далее, любой другой вариант тоже, неспокойно, неспокойно, но одновременно интересно, интересно, потому что у меня планов ну, минимум на 3-5 лет, а потом, может быть, еще будет на 10 лет вперед, когда человек ставит себе планы, ставит себе задачи, выстраивает свою стратегию, эта планка должна быть чуть выше твоих возможностей, чтобы ты все время в мобилизованном состоянии держался, это мой принцип, каждый мужчина должен, каждый человек должен ставить так себе задачи, но эти задачи тоже должны быть угодны, как говорят у нас Всевышнему, угодны народу, среди которого ты вырос, ну, и тебе полезны, это самореализация, но через полезные дела, моей религиозной традиции, человек не оставляет после себя детей, деревья посаженные, там, дом, это все само собой, он после себя оставляет знания и учеников, поэтому я хочу посвятить больше времени науке. Спасибо, это был Деньга Халидов, ученый, общественный деятель, брат и настоящий друг Абхазии. Спасибо.